На 13-м форуме «Деловой климат России» обсудили меры поддержки для бизнеса. В условиях пандемии коронавируса многие предприятия оказались на стадии выживания. Сферы услуг и общепит попали под сильнейший ковидный удар. Локдаун и нерабочие дни могут повториться, поэтому в региональном правительстве и парламенте уже созрели идеи для помощи предпринимателям. В Ульяновске создали пакет мер с объемом финансирования в 200 миллионов рублей. Эти меры направлены на стимулирование занятости и инвестиционной деятельности, на легализацию труда и заработной платы, на обновление основных фондов и рост производительности труда. В конкретном речь идет о получении субсидий в размере трех мрот на вновь созданные рабочие места и условия их сохранения не менее одного года. Дополнительном фондировании на оборудование и спецтехнику, а именно субсидии на компенсацию 70% первого взноса по договорам лизинга оборудования в пределах 2 миллионов рублей. Льготы получат не все предприниматели. Только те, кто хочет развивать свое дело, смогут воспользоваться государственными благами. Не раздавать льготы всем, а именно поддерживать тех, кто вкладывается и тех, кто развивает бизнес. Понятно, что условия у малого бизнеса в настоящее время достаточно тяжелые. Это ограничения по пандемии, поэтому здесь нужно смотреть аккуратно, нужно смотреть точечно, поддерживать, как я сказал, не только, наверное, тех, которые развиваются, но и тех, кто в большей мере пострадал от тех ограничений, которые на сегодняшний день действуют. Предприниматели также получат займ в региональном фонде финансирования по ставке не выше 3% на приобретение оборудования и спецтехники. Здесь мы говорим и о увеличении сроков кредитования, и увеличении лимитов кредитования, и самое главное, о таком большом поручительстве государства для начинающего бизнеса. Второй блок – это компенсация расходов представителей бизнеса. В эту программу будет вложено не менее 50 миллионов рублей. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.